Хип-хоп «Одинокость старухи» — это тот человек, который показал, что на данный момент является одним из самых сильных русскоговорящих баттл МС. В финальном баттле он победил Букера со счётом 2-1. Гена и Син нашли общий язык, грустят, слушают Янгрина, Отрикса и Асаи. Монстар побежал за палкой, счастливый как щенок, ему редко даже палки бросают. Причём против него проголосовал ярый поклонник чая Габонская Гадюка. Если вы являетесь таким же поклонником чая, как Дмитрий Егоров, то рекомендую вам компанию «Мой чай». Это настоящие профессионалы с большим опытом работы, имеющие огромный ассортимент по всей России. Это не только магазин, но и личный блог о Китае, о истории напитка. Все ссылки будут в описании. Его победу на втором фрешбладе видели многие, а особенно те, кто смотрят данный ролик. В умении показывать себя на баттлах, вопросов быть не может. Но так ли хороши рифмы данного Эмси? В сообществе Скилз проходило народное голосование за выбор того, про кого будет сделан разбор, и с большим отрывом победил Хос. И это было весьма удивительно, что даже заморские Эмси вызывают меньший ажиотаж, нежели чем Хос. Вы выбрали, мы сделали. И чтобы не пропустить следующее народное голосование, будьте подписчиком Скилз. Несмотря на всю фриковатость и стереотипы, связанные с данным персонажем, никнейм которого звучит словно это очередное альтер-эго Гнойного. Костя всё-таки неплохой и интересный музыкант. В его треках, вроде «В погоне за мечтой» есть некая лёгкость и воздушность, присущая творчеству, например, но из Эмси. А моя новая мечта, так вот она прямо за дверью. Не знаю, зачем я вообще политкосмос, за TLB, во в падике пацаки плавают тени, бухуй на то, что без денег, главное, что я в теме. Такая приятная сырость материала, будто слушаешь, недавно запристайленный текст. Однако у старухи есть другие достойные работы, например, трек-запись, которые так любезно подкинули добрые люди. И давайте посмотрим, что же там по рифмам. Помимо вышеупомянутой сыроватости, здесь трудно не заметить весьма достойную рифмовку. Вопреки расхожему мнению, рифмы не являются для нас каким-то наиважнейшим аспектом музыки. Однако, хорошая рифмовка почти всегда очень интересно звучит, и почти всегда делает трек лучше. Поэтому, хитро выдуманные раймы записи значимый плюс в копилку старухи. Трек начинается с чередования целой уймы двойных рифмов, а между ними и яблоку негде упасть. Ведь почти каждый слог первых тактов, это часть одной большой рифмоконструкции. Смотрите сами. Мне не покинуть тумана, тебе не стать Магелланом. Тогда поднимем бокалы, коль наплевать на дела нам. Лимана, сирены, морена нам по боку, как барханы сахары. Немало наделали демоны, вам утесад на бокала. Как на полу бары болтали до талава. Данный отрывок, несмотря на заоблачную плотность рифмовки, все же достаточно прост. Потому что единственным, что могло помешать Хоссу, это запас дабл раймов. А как мы знаем, его численность не ограничивается даже угрозами от опасного гангстера. Проще говоря, читать двойными можно хоть весь трек. Дальше больше. На экране мы наблюдаем, что в атаку ринулись столь любимые рэп-поэтами точные рифмы и созвучия. Вроде Магелланом и Надиланом. Количество уступило место качеству, а дабл раймы сменились множественными ассанансами. С озвучиями и составными рифмами. Очень часто на батл МС ставят клеймо батлера. И его треки не могут воспринимать всерьез. Ведь правда, не всем дано хорошо батлить и выпускать годные треки. И возможно, творчество Кости заходит далеко не всем. Однако сложно отрицать, что в плане атмосферы, харизмы, старуха хорош. И давайте пожелаем Косте успехов в творчестве. А в комментариях под этим роликом оставляйте треки с крутой и необычной рифмовкой. Над видео работали Илья Майоров, Тёма Флекс. Подписывайтесь на Скилз, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх и любите рэп. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok